Они сражались за единую Украину. В пятницу друзья, близкие и сослуживцы попрощались сразу с тремя бойцами 93-й бригады. 35-летний Роман Кравцов, 19-летний Иван Клевчук и 20-летний Роман Соловьев погибли в Уловайском котле. Родные бойцов не могут поверить в утрату, а сослуживцы воинов рассказали жестокую правду о необъявленной войне. Друзья Романа Кравцова вспоминают, он очень хотел жить, но при этом всегда был готов первым ринуться в бой. В любой момент он был с оружием, в берцах, с бронежилетом, с разгрузкой, он выскакивал, и потом еще меня за шкирку тянул. Давай, давай, быстрее выходи. Романа не стало 29 августа, когда он вместе со своими боевыми товарищами пытался выйти из окружения в Уловайске по так называемому гуманитарному коридору. Друзья бойца рассказывают, когда они добрались до места гибели украинских военных, увидели страшную картину. В тот же день в области попрощались еще с двумя бойцами 93-й бригады. 19-летнего Ивана Клевчука похоронили в Новониколаевском районе. С его товарищем Романом Соловьевым простились в селе Чапаевка Пологовского района. Они заместь проходжения строковой службы пошли служить по контракту. Как раз в 2013 году они заключили контракт с командой 93-й окремной механизованной бригады и проходили службу в зоне АТО. И вот наприклад серпня они загинули, выдали свое житие за нас, чтобы мы жили под мирным небом. Хочется верить, что эти, скажем так, невосполнимые потери хотя бы как-то оправдаются, что в этой стране когда-то наступит мир в каждой семье, потому что дальше это уже не морально, не физически выдерживать тяжело, как женам, как и матерям, родным, близким, бойцам и всем остальным.